Семена моркови Семенализуешь к чему угодно Это такое шикарное, роскошное дополнение Рассказывай, у меня аж слюнки текут Но проблема моя в чем? Что я люблю тоже морковку Но выращивать я ее не умею Честно говоря, не получается Вот, поэтому я вооружилась ящиком, семенами моркови И сейчас будем учиться это делать Подождите, я не разобралась Что мы будем делать? Морковь сажать или за лицом ухаживать? И тут у нас маленький такой вот ченчик Мы решили сегодня баш на баш поменяться Оля мне расскажет, как делать маску Мне показывают, как правильно вырастить морковку Так а в чем проблема? Почему мы не делимся секретами? Мы не знаем, кто первый А, вы не можете решить, кто же будет первый Наверное, нужно бросить жребий Танюш, тебе есть что-то подходящее? Да, смотри, морковку принесла похвастаться Какую я вырастила морковку Но я не буду ее доставать А почему? Она кривая и маленькая, да? Нет, она очень красивая Просто одна больше, другая меньше Кто вытаскивает маленькую морковку, тот первый раскрывает секреты свои Да Знаешь что, Надя, а давай мне вот эту вот Вот эту? Вот эту Можно, да? Да Радуйся В любом случае, мы все сейчас узнаем и секреты красоты, и секреты выращивания моркови Итак, Оленька, ты первая? Где-то примерно месяц тому назад Делаю селфи, и я вижу, ты знаешь, что вот кожа глаз вот как бы не настолько идеальна, как это было год тому назад Меня это, честно говоря, Манинечка так вот насторожило вот И в результате я начала вот как бы вот копать, да, вот чтобы мне помогло сделать вот мою кожу вокруг глаз более идеальной И наткнулась на то, что оказывается в семенах моркови огромное количество полезнейших веществ Более того, там есть вот как бы вот бета-каротин, который вот является шикарным возрастным антиоксидантом Как раз у меня семян моркови вот так вот, их у меня их много Ты на ком-то уже пробовала эту морковь? На себе Ну, есть фото до и после, как любой косметолог, перед тем, как что-то начинать, я фотографирую, да, и потом смотрю через несколько раз, а помогло или не помогло Давай посмотрим Так, кстати, есть, пожалуйста, можно посмотреть О, эффект потрясающий, Оля, а сколько раз ты сделала маску? Ну, вот тут вот семь раз Нужен рецепт, срочно рецепт, требую, требую, давай Итак, берем обычные семена моркови, причем абсолютно все равно, какой ранний, поздний, всего лишь две столовые ложки семян моркови А вот эти вот семена моркови ты покупала где, на рынке, где семена продают или их в аптеке лучше прикупить? Я думаю, вдруг на рынке их чем-то обрабатывают, как говорят, протравливают От мышей Что ты такое мне рассказываешь? Страшно Я их покупала в агромаркете, тебе честно скажу, и мне сказали, что это необработанные семена, полностью натуральные Проследите за этим Дальше 100 миллилитров оливкового масла Масло мы подогреваем А подсолнечное масло не? Не, потому что для кожи подсолнечное масло, оно берется как бы пленочкой И если у нас особенно комбинированный жирный тип кожи, то это может вывести Оно тяжеловато просто, да, для кожи? Понятно Засорение Итак, подогреваем на водяной бане 100 миллилитров Тут как раз вот уже было у меня отмерено До температуры примерно 50-60 градусов Так, вот оно как раз нагрелось Заливаем Угу В сухие ингредиенты жидкие, по схеме Да Опаньки Так, перемешиваем Слушай, никогда не подумала бы, что я буду семена моркови вот так вот использовать и потом на лицо себе наносить Ты, конечно, Оля, выдумщица Выдумщица В идеале, конечно, это сделать все в баночке из темного стекла Высыпаем сначала наши семена, потом заливаем теплым маслом Потом это перемешиваем, закрываем крышечкой и ставим в темное место хотя бы на две недели И раз в три дня мы перемешиваем наши семена Проходит минимум две недели, после чего мы можем процедить наше масло Это, собственно говоря, вуаля, оно готово Вот это называется мацератом То есть когда в теплое масло вытягивает из себя все полезное из тех ингредиентов сухих, которые у нас помещены Это уже маска? Нет, это основной ингредиент Здорово, слушай, недавно нанесла маску, я чуток на себя не наносила с твоей легкой руки Она такая беленькая, симпатичная Стоит в любой зеркале, думаю, звезда звездой Ярослав проходит меня и говорит, господи, ты же на зомби похожа Так что, девочки Ничего мальчики не понимают в нашей красоте Вот так вот А это тоже белое будет? Чтобы Танюша не повторила свой успех Нет, неожиданный Цвет неожиданности Детская неожиданность Надеюсь, что натуральный Ну что, у нас готово Основной ингредиент мацерат Мацерат готов и дальше Мы зубы заговариваем ей, давай маску скорее А нет, ушки, вот дальше ты мне, пожалуйста, покажи, как все-таки выращивать эти семена Какая хитренькая Ладно, ладно, все, рассказывай Первый лайфхак Нужно сделать клейстер У меня уже готовый Расскажу, как сделать его в домашних условиях На пол-литра воды нужно взять столовую ложку либо муки, либо крахмала Запариваем кипяточком Завариваем его Получается готовый вот такой вот клейстер Он не слишком густой, вот такой вот жидковатый И он у нас будет основой для того, чтобы грядочку аккуратненько семена моркови нанести Дело в том, что они очень-очень мелкие эти семена Важно, чтобы они не в одном месте где-то, да, проросли, там, миллион этих росточков А что это у тебя за синие семена? Они волшебные Это обработанные семена моркови Вот такие вот для маски брать, наверное, нельзя Нет, это точно нет Они вот такие вот лавандового цвета, очень красивого Здесь пол-литра клейстера у меня Я беру 3 грамма семян Высыпаю их все сюда Как интересно Ну так у меня получится Все высыпаем, ничего не рассыпаем Так у меня вряд ли получится Да ладно! Ты же косметолог, конечно, тебя еще лучше И еще это не все, девочки Слушаем внимательно Берем минеральные удобрения В жидком виде я взяла их И выливаю сюда клейстеру для того, чтобы семена подкормить Прямо вот на сухие семена Я выливаю эти удобрения Теперь я закрываю это все дело крышечкой Встряхиваю хорошенечко Семена распределяются равномерно по всему клейстеру И таким образом я себя обезопасу от того, что у меня будет в одном месте много семян А в другом месте вообще ничего Как удобно Класс! Делаю вот такую вот бороздочку Глубокую? Где-то полсантиметра, не больше, потому что они не проклюнутся Вот! А я пыталась засунуть их хотя бы сантиметра на три, чтобы не замерзли Я еще полбеды У меня вот Женя еще больше огородник, чем я Мы когда-то поехали на дачу И я варила суп Я говорю, слушай, вот пойди, пожалуйста, в огород Там уже все растет И принеси мне несколько морковок Женя пошел Ходит, 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 ходит Короче, сварила я уже этот суп, уже все выключила Приходит он с этой вот морковкой Говорит, слушай, я не знаю, какая-то она, говорит, непонятная и белая Слушай, дает мне петрушку С корнем вырвал? Вот так, короче, что нашел, то и дал Оля, ты внимательно смотрела, как Танюша? Вон она уже загребает все А еще мне очень нравятся твои грабельки Такие миниатюрные Здорово Гениальный способ Вот честно Пользуйтесь на здоровье Еще один способ есть Он не менее гениален Я его подсмотрела у своей соседки Она сидит, играется, значит, с рулоном туалетной бумаги И что-то туда В сериал сюда, в сериал сюда Я не могла понять, что это такое Оказывается, способ распределения семян на туалетную бумагу Она берет клейстер Тот же, любимый клейстер Макает палочкой ушной в клейстер Или спичечкой Берет не больше двух штучек Тут самое главное приноровиться И на равном расстоянии друг от друга Приклеивает небольшое количество семян Обалдеть! Да, представляешь? Чего только наша женщина не придумает Расстояние между рядами 5 сантиметров То есть как раз получается по краю туалетной бумаги От одного ко второму Да, вообще гениально А потом берешь И эту туалетную бумагу присыпаешь Она растворяется Вообще, слушай, вот чего только не бывает В общем, вот так вот берете себе Приготовили несколько рулонов Смотря сколько хочется морковки посадить Я отрываю И теперь Вечная проблема Делаю грядку Тоже не очень глубокую И выкладываю А вот чем мне нравится этот способ Ты знаешь, наверное, очень можно сделать Действительно ровненькие-ровненькие рядочки Все, грядочки готовы Моментально Уверенность в том, что семена распределены равномерно На нужной глубине Преимуществ в масса Оля, я уверена, что у тебя такие всходы моркови будут в этом году О! Делюсь рецептом После того, как наше масло настоится Мы его процедим У нас получится замечательное морковное масло И нам понадобится всего лишь две чайные ложки Хочу сказать, что она идеально подходит людям, у кого сухая, чувствительная кожа Ценно данная масочка, что мы ее можем наносить не только под глаза Но можем наносить ее на всю область лица Можем наносить на область шеи, на область декольте Следующее, что мы берем, это мед Всего лишь одна чайная ложка Все хорошее, короче, туда идет Аллергии нету? Нет, у меня нету Вот, если вдруг аллергия, вместо меда мы используем перемолотые овсяные хлопья Нужно для того, чтобы хорошо простимулировать нашу кожу Для того, чтобы витаминизировать нашу маску Более того, мы делаем хороший лифтинговый эффект И сразу действительно уже, когда мы наносим, такое впечатление, что кожа сама по себе уже подтягивается Следующее, обычное банановое пюре Ммм, я смотрю, что у нас знакомое до боли Почему я и сговорила, что цвет будет натуральный Потому что банан, после того, как мы его хорошенечко размяли в кашицу, он теряет свой белый цвет Он приобретает Темнеет немножко Нам понадобится 2 чайные ложки, либо 1 столовая Ну, все мы знаем, что, да, вот крахмал, который содержится в банановом пюре Он делает нашу кожу более такой вот бархатистой Эфирное масло апельсина Если мы введем эфирное масло апельсина, то мы сделаем наши поры, скажем так, более чистыми и более узкими Не больше, чем одна капелька на одну массу основы нашей маски Одна порция это, да, получается? Это одна порция Потому что, судя по ингредиентам, нужно перед каждым использованием готовить новую порцию маски и не хранить ее где-то, чтобы она дожидалась Абсолютно верно И как ее правильно наносить? А наносим мы на очищенную кожу лица кисточкой, либо можно даже вот и пальчиком по массажным линиям Как долго нужно ее держать? Маску мы держим 20-25 минут, потом мы ее размачиваем и смываем Мы делаем эту масочку два раза в неделю до 10 раз Оечка, у меня к тебе предложение, вот я тебе семена даю, а ты мне вот это масло, потому что я, честно говоря, сейчас приеду домой и сразу сделаю себе эту маску Пожалуйста, можно? Да, пожалуйста, но я хочу сказать, что это же масло еще не просто так, оно же волшебненькое Да? Да, дело в том, что если ты хочешь красивый, бронзовый, замечательный загар, то его можно использовать как масло перед загаром Круто! Сколько секретов приятных в моркови оказалось, но все они раскрыты благодаря вам, мои замечательные подруги Браво! Это была воодушевляющая встреча Субтитры создавал DimaTorzok